Добрый день, коллеги! Сегодня я решил собрать остатки хормы Свардхачи. В этом году ее немного было. Так она сейчас выглядит. Это уже последние плоды. Хочу посушить, но не целиком, а в электросушилке дольками. Сейчас отправляю посадочный материал, черенки, саженцы. Хочу угостить в виде бонуса любителей экзотов. Видите, руками снимать тяжело. Буду применять секатор. Покажу, сколько всего остатков у меня тут было. Видите, сам по себе еще плод очень твердый. Вот в этом году у нас парша присутствовала на плодах. Редкое явление здесь у нас. Туапсе. Но это по всему миру. В Северной Калифорнии жаловались садоводы, что у них тоже побиты паршой. Оказались плоды в этом году. Сейчас приступаю к сбору. Тем более его немного. Уже завтра эти плоды будут в электросушилке. Вот здесь видим уже плод стал мягким. Вязкость пропала на сто процентов и птицы уже его раскрывали. Сейчас мышка всякая разная сидит на нем, скажем так, добивает. Это вот один из плодов джира. В этом году у него урожай. С трех деревьев не удалось собрать даже и ведерко. Ничего страшного. В прошлом году был хороший урожай. На следующий год думаю, что тоже будет отличный урожай. Вот столько я насобирал хачи. Такого количества мне, конечно же, хватит загружить электросушилку. Еще осталось немного. Вот у меня и аккумы на ветках. Надо будет собрать. Часть пропадает вот здесь. Птицы там тронули. Грузуны бывают подходят. Пытаюсь бороться с ними путем отравляющих приманок. Все равно лезут на деревья. То есть по деревьям лазят. На двух-трех метров высоту поднимаются. Мне хотелось бы еще стремиться на таком вопросе маленьком. На садовых форумах меня постоянно кто-то пытается чему-то учить. То, как выращивать фихуа. То, как выращивать фурму. То, как выращивать инжир. Господа, не нужно меня учить. У меня все нормально с урожаем. Мне всего этого хватает даже с излишком. Могу вам сказать, что часть урожая я отправляю родственникам, потенциальным заказчикам. Попробуйте у себя наларить такой... Высадить такой сад с такими вот неплохими урожаями. И тогда мы будем с вами говорить на рамках. А пока всем спасибо и не тратьте, пожалуйста, на меня время. Не нужно этого делать. Вот еще хочу россияночку показать. Тоже собираю ее в этом году прямо с веток. Хоть мне и пытался Степан Михайлович с Украины говорить, что она вязать будет. Да не будет она вязать. В этом году она не вязать. Это вот уже плот можно снимать. Вот видите, тут уже темные пятна. Можно найти домой. Уже мягонькая вот здесь верхушка. Это вот лаврик у меня. Видите какой вкус. Тоже отправляю лавр. Заказчиком кладу в коробки. У кого саженцы, например, заказаны. Я не толкаю никакие ни газеты, ни картонки, ни пенопласт. А именно лаврик нарезаю веточками и укладываю прямо вниз. Спасибо за внимание.